Итак, внуки превратили отчий дом родной бабушки в неприступную крепость. Квартирный скандал развернулся в Канавинском районе. 20 лет Галина Маркова прожила в частном доме на улице Фанвизина. Из дряхлого барака превратила его в сравнительно уютное жилье. Но когда поселила туда своих внуков, родного дома лишилась. Родственники пенсионерку даже на порог не пускают. Дом моего зять. Это зять. Ясно? Закрывается. А что ты боишься, бляха-муха, прячешься, а? Меня изуродовали? А теперь прячетесь? Что, блядь, боишься выглянуть-то? А? Ты что, блядь, боишься? Я сейчас возьму топор, блядь, все окна назобью. Я их ставила. Там моя мебель. Там все мое. Все окна пластиковые здесь я ставила. Крышу крыла я. Дверь мою, видите? Козел! Ты хотел же натравить. Вот ты натравил вчера. Вот вчера меня изуродовали. Твои братва. Как бахнет мне вот сюда. И вот мне сюда попало. В лоб. И все. С**онок, ты же сказал, что ты меня убьешь. Что у тебя придут такие друзья, которые меня убьют. Ты же сказал эти слова. Выйди раз такой смелой. Хуй ты прячешься. Господи, простите. Меня выкинули, как говно с лопаты. Иди куда хочешь, старуха. Я оформила на них все. Таня начала не ту сторону. И начала себе с раздрайва. Эту крышу крыла я. Окна я поставила. Штукатурь. И все делала я. Я у них ни одной копейки не брала ни у кого. Я столько вложила в этот дом. Двадцать лет я в него вкладывала. Двадцать. Вообще, я не знаю, я ни одной ноченьки не спала. Это караул, это невозможно передать. В итоге внучка Галина Маркова все же сняла оборону и вышла на переговоры. Просто бабушка, она жутко бухает. Она пришла с орденом тогда, вот Женька, сказала, что это моя квартира. Он мне сказал, что братва тебя изуродует. Вот вчера подошел мне изуродовал один. Твоя мама что сказала, ты труп. Она что сказала, ты труп. Вот труп уже. Ты труп, тебе включить видеозапись, что ты нам говорила? Да. Не видеозапись. Дайте мне телефон, Женька, давай включим. Раз мы ей скажем, что она... Я не буду ничего не слушать. Ты сказал, у меня такие друзья есть, которые тебя сломают за три минуты. Я с вами беседу не вел. От меня вообще ничего не зависит. Как моя жена скажет, таких действий я и буду. Видите как, как приезжаете. Кстати, Галина Маркова заявила, что будет решать вопрос о жилье со своей внучкой через полицию. Хотя полицейские нам сообщили, что эта семья часто становится героями их сводок. Семейный конфликт.